Добрый день, дорогие мои начинающие художники. Вас приветствует Наталья Андреевна Клементьева, руководитель студии Лепота. Это мастерская декоративно-прикладного творчества и вообще изобразительного искусства. Мы находимся в совхозе имени Ленина. Функционируем мы не так давно, но у нас уже очень много работ и вообще достижений, чего и вам желаю. Сегодня мы будем изображать ловца снов на фоне гор. Это смешанная техника, акварельная, гуашевая. Сейчас я начну свою работу и буду все подробно объяснять. Начнем мы, пожалуй, с того, что закрепим нашу бумажку. У меня формат А3, вертикальный формат. Для этого мы берем щадящий скотч, деликатный. Он такой розовенький, в Леруа продается обычно. И он у нас выполняет сразу две функции. Первая функция – это крепеж. Вторая функция, после того, как мы его снимем, у нас останется аккуратненько белая паспарту. И работа в рамке будет смотреться уже более фабрично. Ничего не придется выдумывать. Делать паспарту специальное. Вот сейчас я стаканчик переношу. И вот так вот с четырех сторон, где-то практически сантиметр, мы наш листик прикрепляем. У нас клееночка, можно и к столу. Скотч деликатный, отойдет легко. Все у нас будет в полном порядке. Вот я закрепила. Лист готов к работе. Бумагу можно брать торшон, акварельную. У меня обычный ватман. В принципе, поскольку у нас плоскостное изображение, широта зерна не имеет значения, акварель потечет и по ватману достаточно хорошо. Акварель у нас водная краска. Само слово акварель происходит от слова aqua латинского. Это вода. Поэтому, естественно, мы начинаем работу акварелью по мокрому. Мы берем водичку и широкой кистью, флейцем, у меня где-то номер 22 получается, мы смачиваем верхнюю половину листа, потому что на нижней у нас планируются горы. Мы будем их вкуашивать, технике выполнять. Но небо я хочу залить именно акварелью, потому что она дает нам очень такие богатые расплывы. Вот я беру ультрамарин. Набираем так густенько. Когда мы работаем акварелью, вообще надо не жалеть краски. Она очень выцветает после того, как высыхает. И поэтому мы прям аж до пузырьков кисточкой там орудуем, чтобы пигмент максимально взялся на кисть. Мы, например, делаем такую растяжку. Но один синий – это скучно. И мы добавляем вообще в хаотическом порядке. Чем свободнее будет идти рука, тем интереснее возможны эффекты. Мы добавляем всякие красивые цвета. Когда работают мои ученики, я учу их прям квадратиками красить, заливками такими. Ну вот вода. Мы воду добавляем, и вот оно все поплыло в разные стороны. Наслаждаемся эффектом. Смотрим, как цвета проникают друг в друга. Это уже такая большая медитативная радость. И антистресс. А вот где-то мы, может быть, хотим сделать чуть погуще. Где-то у нас чуть посветлее получается. Вот. Делаем такую растяжечку. И снимаем лишнее. Спокойно. Вот берем сухую кисть. Если вы видите, у нас такая лужица. Ну, то есть этим можно управлять, этим можно играть. Бояться не надо. Потому что очень многие люди очень аккуратненько начинают красить в полтона. И потом у них, получается, видны мазки. А нам мазки не нужны. Нам нужны расплывы. Поэтому лучше мы где-то сухой кистью подберем, чем будем действовать в несколько слоев. Да? На то наша художественная воля. Тут уж как сам себя нарисовал, так у тебя и получилось. Где-то мы прям добавляем цвет. Да? Немножечко подождем. Можно, кстати, остановить, потому что нам действительно надо немножечко подождать, пока высохнет. Мы дальше пока трогаться не можем. Наш акварельный слой подсох. Здесь было все. И брызги воды, и брызги акварели. И всякие красивые расплывы. И теперь мы приступаем к нашим горам. Такая трафаретная техника. Все очень просто. Можно взять любую ненужную бумажку. От слова совсем. Газетку. У меня какая-то пища дешевая. И вот мы берем со своими собственными руками. Пытаемся сформировать силуэт наших дальних пор. Еще бумажка. Такая коварная штучка оказалась. Не очень хорошо слушается. Мы ее заставим. Мы ее заставим. Вообще коварная. Ничего лишнего. Предположим, пойдем мы отсюда. Берем скотчик. Закрепляем наш первый трафарет. Наши палитры. И открываем уже гуашь. Что я хочу сказать. По поводу воздушной перспективы. В природе. Чем предмет дальше, тем он холоднее. Чем он ближе, тем теплее. Поэтому у нас все время голубые дали. Даже есть такое устойчивое выражение. Потому что лес вблизи, он такой достаточно контрастный. Там какие-нибудь коричневые стволы, зеленая крона. А если мы едем и смотрим на него с горы какой-нибудь вдаль, то он будет нежно-голубой. Наши горы тоже будут нежно-голубые. Сейчас мы замешаем какой-нибудь красивый цвет. Предположим. И прям вот так вот отбиваем кисточкой вертикально вниз. Придерживая наш трафаретец рукой. Отбили. Да? Молее-менее выравниваем, чтобы не было вертикальных таких полосок цветовых. Но это не все. Потому что воздушная перспектива, а на грани предметов нам хорошо показывают. А потом они уходят как бы в туманную дымку. И вот мы просто чистыми белилами эту туманную дымку сейчас будем создавать. Списываем на нет наши голубые дали. Сейчас еще белилец возьмем. Чтобы было посветлее. Это будет самый-самый такой нежненький дальний план. Можно даже с одной стороны практически на нет вписать и сверху. Это будет как бы как ворот горы туда ушел. Такая у нас цветовая растяжечка. Ничего не бойтесь. Все будет красиво. В принципе, как это закончится, не очень важно. Потому что это все потом будет перекрываться еще слоем. И снимаем. Вот что первая горка. Наталья Андреевна промахнула. Акела промахнулся. Но это можно вырезать. Я сейчас поправлю. Как я? Эх, лохпед. Ничего-ничего. Дальний. Уберем другую бумажку. И меняем силуэт горки. Год. Сейчас еще будем. Смотрите продолжение в следующей части. Так, берем второй слой и закрепляем. Еще раз. Более яркий делаем. Яркий, темный. Отбиваем вниз. Точно так же, как и в первый раз. Отбиваем вниз. Делаем в этот раз потемнее. Хоть и тоже через холодный идем цвет. Так же белилами списываем на нет. Белилами списываем на нет. И тоже одну сторону можем вполне себе растушевать. Прямо беленький вводим, светленький. И здесь тоже. И здесь посерединке. Так, вот у нас уже второй слой. И сделаем третий, самый темный. Примеримся. Где мы хотим большую гору сделать. Сейчас. Там, предположим, что у нас получается. Тоже закрепляем на скотч. Фиксируем. И в этот раз я бы даже с черненьким замешала. С каким-нибудь зелененьким. Чтобы посложнее был цвет, поинтереснее. База все равно синий. Уже мы в таких оттенках начали работать. В холодных так и будем продолжать. Синенький. И чуть-чуть черненький. Сейчас мы какой-нибудь красивый. Получим оттенок. Созвучный с нашим небом. И тогда у нас все получится. Вот прям. От души отбиваем передний план. И он будет очень контрастно выглядеть. Особенно по отношению к дальнему. В общем, даже если у нас какие-то неровности и вышли, то визуально контраст, он отвлекает внимание от таких вещей. Поэтому передний мы прямо от души делаем темненьким. Какого-нибудь такого. Холодного оттенка темного. И опять через белило все это уводим вниз. Растушевываем. Наполняем воздухом. Убираем эту границу. Всписываем ее. Всписываем. 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 Снимаем. Смотрим, что у нас тут такое. Сейчас белельцами чуть-чуть получился зазор, это не страшно, мы его подбираем. Все можно поддобить вручную. У меня тут капелька капнула, это все вполне легко перекрывается. И тогда еще, я думаю, мы сделаем последний слой и выведем последнюю гору, нашу, наверное, вообще черного цвета, совершенно темного. И приступим уже тогда, для чего служил наш пейзаж фоном к созданию ловца снов на переднем плане. Берем бумажку, меряем. Из старого ничего не подходит. Будем делать что-то новое. Так. Так. Опять-таки, закрепляем скотчем. Ну, вот с этой стороны поаккуратнее. Цепляться будем к работе. И вот берем кисточку, где-то 16 номер, да, у меня вспомогательная кисть. И прям черненьким. Я бы сделала так. Черный цвет нейтральный, он не теплый, не холодный. Хотя, смотря какой черный, бывает там сажа газовая, бывает через коричневый, он более теплый получается. И замес еще зависит от белил. Цитановое более холодное, цинковое потеплее. Но все равно черный, он достаточно нейтральный цвет. И опять-таки, через белый уходим и вводим это все в воздух. Даем воздушность. А темненьким по краю. По краю. Угу. У нас так все замечательно получается. Чебелевица. Снимаем, смотрим, что там с нашей последней горой. Все в порядке, да? Чуть-чуть правим, если что-то не так. Правим. Если что-то не так, правим. Да. Угу. Снимаем. Снимаем. Кисточкой. Так. Итогу у нас получился такой плановый пейзаж. Уведенный по планам. Собираем наши инструменты. Правим. Если что-то нас не устраивает на этом этапе. Еще раз поправлю. Так. Можно взять более мелкий модуль. Еще что-нибудь там подрихтовать. То, что не устраивает прям мелкие такие штучки. Угу. Угу. Ну, вроде у нас все хорошо. Все. Вот. А теперь красочки отставляем в сторону. И я бы сделала центр нашей композиции сам ловец снов. Мусор убираем. Наши газеты. Наши обрывочки. Все в топ. Так. Берем какой-нибудь любой круг. Ну, вот я считаю, у нас по размеру подходит крышечка от коробки с печеньем. И обводим. Я хочу ввести контрастный цвет. Золотой. Прямо, смело. Обводим наш круг. Это будет наша основа. Вот. У него своя будет толщина нашего ловца снов. Угу. Просто утолщаем. Ну, где-то, чтобы был полсантиметра он, наверное, в толщину. Золотым маркером. Внизу на узелках к нему будут привязаны перышки. И я опускаю веревочки для этого дела. А ищем центр и поднимаем похожие на лепестки дуги. Да? Сначала вверх. Потом вниз. вниз. Потом вправо. Соответственно, влево. Точно так же мы идем. Ищем точку посередине. Выбираем. И такими же дугами соединяем центр. С центром. Тоже ищем точку посередине. Дугами соединяем с центром. Сейчас у нас это все подсохнет. Еще немножко подрихтуем изображение. А в центрах пересечения этих меридианов мы рисуем бусинки. Тоже такое вполне себе украшение. И вот здесь точка пересечения тоже можем как бы закончить орнамент такими бусинками. Так, везде ли я нарисовала? Нет, не везде. Давайте-ка проверим себя. Вот так мы наметили более-менее все в порядке. В принципе, перышки тоже можно наметить золотым. Отпускаем сначала центр пера. Мы знаем, что перо состоит из такой основы, на которой уже крепятся волосики. И оно вначале узкое, потом расширяется, потом опять сужается к низу. Умельчаем. В принципе, вся эта золотая подложка – это только основа. Потом она будет дорабатываться. Поэтому стараемся, конечно, делать сразу красиво. Работа должна быть красивой на каждом этапе. Но все-таки заканчивается работа, которую решил автор. Поэтому работать можно бесконечно долго. Развивать, улучшать, уточнять, что-то прибавлять, что-то убавлять. Вот. Мы намечаем наши золотые перышки. И тоже понимаем, что веревочки украшаются бусинками. Вот такой вот декорчик. Дальше я бы взяла… А давайте-ка черный маркер. Черный маркер, он создает такой необходимый контраст. Сейчас мы его проверим. Да, этот пишущий. И вот, допустим, мы уже можем начинать. Мы предположим, что у нас наш ловец снов обвит какими-то там прутьями ивы. Имеет какую-то свою конструкцию. Это, в принципе, будет орнаментальная такая часть. А посередине бусинки мы можем ее обвести и поставить тоже точечку дополнительно. Да, то есть тут уже начинается наша фантазия, наша разработка. Наш декор. Серединку обязательно. Я бы точечку посадила. Обязательно бы опила. Да. Ну и в том же духе мы дорабатываем все его стороны. Это кажется, что работа такая долгая, многотрудная. На самом деле орнамент, он очень хитрая вещь. Это повторение одних и тех же элементов. В принципе, если делать его, ну вот как бы сразу, механическим конвейерным методом, то это совсем не сложно. Точечки ставим. Тоже во всех вот этих местах сочленения я надела точечки. А по кругу мы договорились еще и об обводочке. Так что мы себя не изменяем. И взяли что-то за принцип. И этим принципом мы и руководствуемся. Да? Да. Значит, что у нас с перышками? Тоже мы все это уточняем. Вот он сразу проявляется, вылезает на нас. Весь пейзаж уходит уже на задний план. Потому что появилось что-то более контрастное. На переднем плане объемное. Да? Уже черный цвет нам быстренько добавил объем. И здесь мы тоже можем где-то что-то подвести, а где-то что-то и оставить в покое. Можно обвести все. Это тоже плохо не будет. Но я сторонник акцентов авторских. Поэтому, чтобы работа у каждого была уникальная. Вот. У нас получается такой замечательный символ. Клавец снов, который охраняет от всего дурного. Повесите у себя над подушкой. Будете спокойно спать. Вот. Тоже здесь можно точечки поставить орнаментальные. Да? В местах соприкосновения. Ну и я бы еще, может быть, взяла бы и серебришко кое-где. Красоты много не бывает. Так, сейчас нам это тоже распишем. Допустим, по внутреннему кругу. Плохое серебришко. Хочется с нами дружить. Так, белый тоже с нами нет. Вот. Давай. Нам немножко осталось. Вот. Можем сделать белым, например, какие-то внутренние вещи. Да? Усложнить наш орнамент и сделать работу более интереснее. Чем больше деталей, чем больше подробностей, тем интереснее зрителю, тем многодельнее выглядит работа, многотруднее. Да? Это как пойдут, как свет, как глички у нас сразу начинает играть пространство. Раз. Усложняем. Сейчас мы это чистим. О! Здравствуйте! Премного рада вас видеть. Чистый белый цвет. Да? Где-то можно и прям залить беленьким. Вот. По всем этим лопастям мы пройдемся одинаковой техникой. А, допустим, мы уже договорились внутреннюю заливать, да? Так давайте ее заливать тогда везде. Орнамент – это вот берешь что-то себе за основу и повторяешь. Вот здесь точечку поставил, все, обязан точечку поставить везде. Да? Как ритмы, как припевы в песне, да? После каждого куплета должен быть какой-то припев. У нас в нашей человеческой вселенной все очень взаимосвязано. Ну, в общем, наводим красоту. Где-то добавляем глубину, объем. Можем еще точечек порисовать. Абсолютно не жалко. Да? Где-то можем чуть-чуть смягчить черный. Посмотреть, что из этого выйдет. Где-то может усложнить золотой. Добавить белый, чтобы перышки были пышнее, пообъемнее. Да? Особенно вот здесь все. Особенно внизу на фоне гор. Будет смотреться очень убедительно и удачно. И вот эти тоже. Можно тоже немножечко смягчить. Чтобы золотой тоже не лез прям активно в лоб. Чуть-чуть его подберем местами. Ну, получается у нас вот такая штучка-дрючка. Интересная, объемная. И перышки я бы все-таки, наверное, обвела. Сделала бы обводочку, чтобы они тоже все красиво у нас читались. Да? И последнее, самое такое большое. Красивое перышко. Лазом поглядываем. Что у нас выходит? Может быть где-то черным надо рихтануть. Добавить контраст. В целом наш символ почти готов. Ну что, смотрим? Радуемся, наслаждаемся. А самое главное, снимаем защитный скотч. И проверяем, как там наше паспорту поживает. Аккуратненько. Вуаля! Аккуратненько. Еще раз. Промокает иногда клейкая лента. Может немножко прихватить бумагу. Ничего. Убираем. Ничего. Убираем. Ничего. Невременно. Снизу. Сейчас. Сейчас все будем. 泓功. Сейчас. Сейчас. Н Невич. Пс. этого вырежем конечно последнюю сторону а тут у нас кусочек скотч остался победа наш ловец снова готов приходите к тому занятия следите за нашими новыми онлайн уроками всегда рада вас видеть и это и и и и и и и и и